Всем привет, с вами Прео. Я думал, что уже не буду делать видосики до Шелла по Голдфарму, но, скажем так, люди в чатике надавили на меня. Вообще, на текущий момент, все вопросы на стриме идут либо о том, когда будет припатч. Довольно-таки удивительный вопрос и очень интересный. Ну а, пожалуй, второй, наверное, вопрос по своей топовости — это как пофармить Голдишку? Отвечу. Ну, ничего нового на текущий момент нету, но есть давно забытый, старый какой-либо фарм. И я так посидел, подумал, действительно, я же делал видосики в дополнении Battle for Azeroth. Почему бы вам просто-напросто не пересмотреть их и не выбрать для себя что-то реально кайфовое? На текущий момент очень много людей фармит Голдишку, занимается этим, ну потому что чем еще заниматься? Я вот, например, маунтов фармлю. Вот упадет мне маунт или нет сейчас? Ну, конечно, два маунта упало. Вот, смотрите, вот один, вот второй. Чудненько, я считаю. Так вот, представлю вам семь коротких видосиков, на которых показан текущий, скажем так, основной фарм, на котором вы сможете заработать. Само собой, какой-то фарм предлагает чуть больше усилий, но этот фарм, скажем так, ценится чуточку лучше. То есть вы фармите больше Голды, но при этом вы трудитесь чуточку больше. Это, в принципе, в целом нормально. Но есть фарм довольно-таки пассивный, например, какая-нибудь продажа питомцев. Ну и тут уже, конечно, фарм чуточку идет поменьше, по той причине, что питомцы не особо популярны и все такое. Но если у вас купят этого питомца, то, скажем так, вы особо усилий к этому не приложили, но Голдишку свою получили. Это реально круто. Окей, закончу свой монолог. Просматривайте все следующие отрезки из моих видосиков. Я уверен, что-то вам понравится. Ну и не забудьте перейти к оригиналу этих видосиков, потому что там уже рассказано все полностью. Какие аддоны нужны, какие требования, сколько вы выфармливаете Голды за часик и все такое прочее. Также показаны различные маршруты, по которым можно что-либо фармить. А я пойду дальше дропать маунтов. Чем еще заниматься в этой замечательной игре? Маунтов много не бывает. И сегодня мы поговорим именно о тех питомцах, которые дропаются. Вот у меня один есть. Но мы поговорим, конечно, об игровых. Игровые питомцы, те, которые дропаются, очень дорого стоят на аукционе, но все опять же зависит от ваших каких-либо серверов и населенности на этих серверах. Сегодня мы поговорим о фарме старых рейдов с помощью особой механики. Фарм старых рейдов приносит всегда Голды весьма неплохо. К тому же падают различные маунты, питомцы. Питомцы на продажу, маунты для личного изучения. Ну а те эпики, которые падают, конечно, зачитываются и в трансмог в текущий момент. И также они засчитываются как просто итемы на продажу. С этой целью мы пойдем в старые рейды и пофармим Голдишку. Фарм в открытых местах в формате 2 на 4. Это особый формат группы, который просто-напросто позволяет разогнать спавн чуточку быстрее. Мобы спавнятся намного быстрее. Ну и, собственно, с этого вы лута получаете больше. В чем основная суть? Это было очень актуально в момент старта дополнения. Так как люди фармили зеленку, люди фармили ткань для дистиллиума. То есть очень-очень много реагентов. Также падали боешки 350 вейтем левела. Пушки падали. И это было реально очень сочно. На текущий момент цена боешек снизилась очень сильно. Хотя Пылающий Меч Тибу, наверное, все еще стоит неплохо за счет своей трансмогрификации. Но также не стоит забывать про маунтов. Маунты до сих пор падают. И маунты до сих пор держатся на плаву. По своей цене они чуточку упали, но все же цена весьма приятная. Также не забываем про какие-либо реагенты, которые падают. Например, Морской Леон на аукционе его активно скупают с целью того, чтобы перевести его в дистиллиум. И с этого можно сделать весьма хорошее количество голды. А также, используя монаха в группе, можно просто-напросто агрить этих мобов, не отходя от места. Мобы сами будут агриться на эту статую, сами будут приходить к ней. Ну а ваша задача просто быстро ауешать. Я думаю, в текущем эквипе это не проблема. Все-таки место хоть и давно известное, но нужно проверить его на текущий момент. Сколько с него можно различных полезностей дропнуть и на какое количество голды это вообще в целом выйдет. А что по итогу? 167 зеленого, 14 синего и одно эпическое. Если перевести в голдишку, то это 8200 плюс 2700 плюс 400. 300 плюс 8200 это 11100. Ну округлить 11000. Я считаю 11000 голды за полчаса это весьма хороший результат. Можно и немножко голдишки с этого всего дела подфармить. А именно покупая бентосные поножи. И мы потихонечку направляемся к отолдозару, в котором мы сегодня будем фармить голдишку путем снятия шкур и путем перекрафчивания абсолютно всех упавших реагентов в довольно-таки интересные итемы под названием на кулачник из поблескивающей чешуи. Всех вам благ, счастья, здоровья. Подписочку жмите, колокольчик жмите, лайк, дизлайк, оценка видосика любая приветствуется абсолютно. Хочется узнать ваше мнение о текущем конкретно таком вот фарме через поиск рейда. Берегите ноги. До скорого.